Второй Сочи. Туристическая сфера в нашем регионе выходит на новый уровень. За первый день работы Петербургского международного экономического форума главы трех регионов Алтайского края Новосибирской области и Республики Алтай договорились о создании национального маршрута «Чуйский тракт». Эта трасса по версии National Geographic входит в десятку самых красивых трасс мира. 2010 года занимает пятое место. Какие перспективы? Нам нужно расширение. У нас выходные, когда к нам приезжают гости из Алтайского края, из Новосибирской области, из других регионов, у нас трафик с четверга по пять. Нам нужно еще несколько километров в четыре трассы. Нам нужен обход маймы, он проектируется и делается. Одну из самых красивых трасс страны, через которые проходят популярные туристические маршруты, в том числе и нашего региона, на средства из федерального бюджета расширят до четырех полос. А это значит, постепенно дорога станет намного безопаснее, сократится количество аварий и исчезнут пробки. Мы сможем быть отнесены, Чуйский тракт, дорога Р-256, сможет быть отнесена национальным туристским маршрутом. Это нам позволит дополнительно делать работу по его расширению, благоустройству, безопасности и так далее. Ну добавлю, вот коллеги мои сказали, что 304 километра, не считая подходов к Барнаулу и обходу Бийска, сегодня составляет протяженность Чуйского тракта по территории Алтайского края. Сегодня трафик достаточно серьезный, примерно 20 тысяч машин в сутки проходит, а там, где ближе к нашим большим городам, объектам экономики, до 50 тысяч в сутки машин. То есть нагрузка очень большая. Расширение дороги – важный шаг как для гостей, так и для жителей Алтайского края. На сегодняшний день по территории региона перевели в 4 полосы 112 километров дорог. Серьезные работы, а это еще 45 километров, запланированы на ближайшие 2 года. Расширение Чуйского тракта в границе Алтайского края до 4 полос к 1935 году. У нас также есть понимание, что можно двигаться и быстрее. Мы это сегодня делаем и постараемся так на протяжении всей более чем тысячи километров этой прекрасной дороги сделать ее достойной, красивой, удобной. Ну и продолжать оставаться даже в пятерке лучших, самых красивых дорог мира. Помимо Чуйского тракта, второе соглашение на форуме Виктор Томенко подписал с компанией-инвестором из Тюменской области, которая построит в городе-курорте Белокуриха новый гостинично-оздоровительный комплекс. Мы сможем реализовать в таком намоленном месте, месте силы Алтайский край, где очень сильная команда, где очень серьезная, продуманная инфраструктура для инвесторов и где есть уже возможности возведения объектов класса 5 звезд. Поэтому я, накопив компетенции и инвестиции, иду с удовольствием и думаю, что мы через два с половиной года порадуем россиян хорошим качеством, хорошим сервисом и интересным инвестиционным объектом. Белокуриха – единственный за Уралом город-курорт федерального значения. Количество отдыхающих ежегодно насчитывает больше 300 тысяч человек. Новый масштабный проект в этом месте в перспективе привлечет еще больше туристов. Пополнит бюджет региона, создаст новые рабочие места. Олеся Бедарева, Будни.